Всем привет, уважаемые подписчики канала SkyNet. В сегодняшнем видеоролике мы с вами разберем очень, ну просто очень популярную проблему. У всех практически пользователей ПК рано или поздно начинает зависать комп. Просто либо он долго выключается, либо он долго включается, либо в принципе программы очень долго запускаются или работают очень медленно. Объясню несколько причин появления такого факта. Во-первых, разберем пункт, то что эти проблемы сохраняются, когда вы полностью очистили комп, полностью его оптимизировали и у вас один хрен он работает очень медленно. Первая наиболее распространенная проблема, она в принципе целевая и самая основная, это ваш жесткий диск. Да, счастливчики, владельцы жестких дисков хапают с этим большие проблемы, потому что существует так называемая дефрагментация жесткого диска. То есть рано или поздно, когда вы устанавливаете программу на свой компьютер, потом их удаляете, снова устанавливаете, удаляете, устанавливаете, удаляете, диск начинает дефрагментироваться. То есть это своего рода большой объем информации многих программ, разбросанных по всему жесткому диску. И чтобы как-то облегчить работу считывания информации вашего жесткого диска, нужно этот диск раз в недельку дефрагментировать. То есть пуск, жесткий диск, свойства, дефрагментация жесткого диска. И программа начнет ваш диск немножко сравнивать. То есть принцип работы этого, то есть ваши программы все перезаписываются и перемещаются на край жесткого диска, наиболее благоприятного для работы вашего харда. Ну вот, владельцы SSD, к счастью, проблем с подвисанием и загрузки компьютеров не испытывают. Объясню почему. Механика работы SSD не настроена на перезаписывание определенных там каких-то секторов. И не настроена на передвижение какого-то там коромысла, бегающего внутри жесткого диска. SSD это своего рода большая флешка, которая имеет фиксированный и установленный заводом-изготовителем скорость работы. Всегда, постоянно. И в дефрагментации она не нуждается никогда. Если вы когда-то попытаетесь дефрагментировать ваш SSD, то это скорее всего только усугубит положение, потому что SSD имеет ограниченное количество записей. То есть принцип работы дефрагментации, то есть записи файлов, большого количества записей файлов, на более удобное для жесткого диска место. В SSD, к счастью, дефрагментация не является проблемой. Ему абсолютно, извиняюсь за выражение, насрать, куда будет записан файл. То есть будь он в одном, скажем, резервуаре, будь он в другом, ему в принципе все равно. Но вот эта флешка ей как бы вот так вот. Итак, первое решение проблемы, это да, наверное, наиболее заядлые какие-нибудь мастера, суперкрутые, посоветуют вам переустановку вашей винды с полной форматируемой вашего жесткого диска. Да, это реально поможет. Вы потеряете абсолютно все файлы. У вас будет очень много геморроя, но переустановка вам поможет, к счастью, да. Потому что все файлы, которые были дефрагментированы, просто будут стерты и записаны с нуля. Ну вот, вот такой принцип работы. Второй пункт решения такой проблемы, это дефрагментация. То есть, как я вам уже сказал, пуск на жесткий диск, короче, выбираем свойства и дефрагментация. И файлы перемещаются на удобную позицию для работы, оптимальной работы вашего жесткого диска. Следующий пункт, это замена вашего жесткого диска на SSD и только SSD. Никакого абсолютного использования жестких дисков вообще. Если вам нужна память, докупайте еще один жесткий диск. Этот способ наиболее дорогой, но он эффективен и работает, так сказать, годами. То есть, никогда ваш компьютер не будет подвисать. Незначительные буквально ухудшения могут связаны с этим, но работать вы будете без таких проблем. Ну и на этом, в принципе, все. Все, что мог, рассказал. Кому было интересно, кому чем-то помог, ставим палец вверх. Подписывайся на канал. Вам не трудно, мне приятно. Пока. Спасибо. Ты заходи, если что.